Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Возвращение политеховского маньяка правоохранители доказали причастность Манишина к 11 убийствам. Впереди суд и 69 томов уголовного дела. Катунь выходит из берегов. Вода в Аби подступает к опасным отметкам. В регионе готовится к развитию любой паводковой ситуации. На Алтае заработала первая штрафстоянка для сельхозживотных. Уже в первый день на нее попали 15 коров. До потопления участка в прибрежной зоне Барнаула осталось меньше 30 сантиметров. Вода продолжает пребывать в Аби и Катуне. Вот такая сейчас обстановка в Красногорском районе вдоль федеральной трассы. Вода выходит из берегов. При этом, прогнозируют синоптики, уровень Катуни продолжит расти. Возможно, потопление сел с ростки и поливодка. Меньше 30 сантиметров до критической отметки большой воде осталось преодолеть и в районе Барнаула. И, скорее всего, опасные значения будут достигнуты. Причина – дожди. Добавим, накануне в микрорайоне Затон ввели режим повышенной готовности. В случае потопления необходимо звонить по экстренному номеру 112. А далее к самой громкой новости этой недели. В Барнауле доказали причастность Виталия Манишина, которого прозвали политеховским маньяком, к 11 убийствам. Много лет мужчина скрывался на виду у всех. Обо всем подробно расскажет Юлия Щепина. Деступление по поводу убийства абитриента в политехническом институте совершал я. Этот день войдет в историю. Этого человека искали больше 20 лет. Спустя столько времени расследование самого громкого уголовного дела нулевых завершили. Обвиняемый экзаместитель главы Калманского района Виталий Манишин. Своих жертв, так называемый политеховский маньяк, находил в стенах именно этого вуза. Мужчина наблюдал за девушками у информационных стендов или около здания, а затем завязывал с ними разговор. Я представился в штуке. Я человек тот, который имеет возможность решить вопрос гарантированного стопроцентного поступления на любой факультет. Я предлагал его во всех пяти случаях. Поэтому я не искал никаких других вариантов, потому что это срабатывало. Всего в период с 29 июня по 15 августа 2000 года без вести пропали пять абитуриенток политеха. Юлия Тихтиекова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова. Следователями следственного комитета установлено. Обвиняемый вывозил жертв в Калманский район, безлюдные места и после изнасилования в салоне автомобиля душил руками, ремнем безопасности или брючным ремнем. Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела 16-17-летних потерпевших злоумышленник скрывал в околках на территории района, в том числе рядом с местами убийств, маскируя их ветками. Что это за место? Что здесь произошло? Здесь произошло убийство девушки-петерянки. Продемонстрируйте, пожалуйста, действие. Происходили в душе. Останки и вещи погибших находили в Калманском районе. В нулевых следствия отрабатывало несколько версий. Да и серию убийств разглядели не сразу. Кто-то предполагал, что девушки пропадали в коридорах вуза и маньяк убивал жертв прямо там. Политех с его множеством корпусов и переходов называют катакомбами. Был и главный подозреваемый, продавец обуви. Он сознался в убийствах, а вскоре выбросился из окна многоэтажки во время следственного эксперимента. Итог дела зависло на 20 лет. Вы слышали что-нибудь о политеховском маньяке из нулевых? Да. Как вы думаете, если бы вы поступали в то время, был бы страх и стали бы поступать? Ну, я думаю, это в то время не так сильно разносилось, как сейчас новые технологии, интернет. В общем, ну, я думаю, образование надо бы получать, поэтому поступило бы, да. Но страх был бы, если бы дошло такое, да. Я поступала как раз на следующий год после того, как это произошло. Присутствовала какая-то тревога, но тем не менее, я не помню, чтобы была какая-то паника, хотя мы были вот поступающие в сопровождении родителей. У меня в тот момент были дети-подростки, которые уже, ну, там, в возрасте подростки, да. То есть я переживала за них, конечно. То есть как мама я переживала, мне было страшно. Помимо абитуриенток политеха, следственный комитет доказал причастность Манишина к убийствам еще шести женщин. Налево. Налево. А вы в этот номер что делаете, когда она царапалась, киналась с ногами? Я ее придерживал руками, я ей что-то не кричала. А началось все практически 35 лет назад в далеком 89-м. Первой жертвой стала 17-летняя девушка, с которой 19-летний Манишин вместе с друзьями познакомился на автобусной остановке в селе Зеленая Дубрава Родинского района. Молодые люди уговорили ее провести время вместе. Получив согласие, они вывезли ее в лесополосу на окраину села, где стали употреблять спиртное. Оказавшись с девушкой наедине, обвиняемый попытался изнасиловать жертву. Однако несовершеннолетняя оказала ему сопротивление, вследствие чего Манишин задушил ее. После этого он переместил тело неподалеку от места убийства и закопал. Долгое время убийство оставалось нераскрытым, несмотря на то, что при первоначальных следственных действиях была опрошена компания молодых людей, в числе которых был фигурант, и с которыми погибшего видели в последний раз. За дело вновь взялись в мае 23-го. Повторно были опрошены свидетели. Под подозрение опал бывший чиновник Виталий Манишин. Тогда же он был задержан и заключен под стражу. Виталий Манишин обвиняется по статье об убийстве двух и более лиц, сопряженным с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление. Следователи собрали достаточную доказательную базу о его причастности к 11 убийствам. Объем уголовного дела составил 69 томов. Дело будут рассматривать в Калманском районном суде. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Кстати, завтра правоохранители обещают раскрыть еще некоторые подробности этого дела на брифинге, который пройдет в сибирской медиагруппе. Так что мы еще вернемся к этой истории, ну а теперь к другой теме. Пять преступлений террористического характера пресечено в Алтайском крае в этом году, в том числе с использованием интернета. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия региона и просит жителей звонить по телефонам доверия ФСБ и МВД России по Алтайскому краю. В случае, если им известно о готовящихся преступлениях террористической или экстремистской направленности, номер телефона доверия 638155. Ну а сейчас к другой теме. Два с половиной года колонии общего режима за дебош в самолете. Такое наказание получил житель Алтайского края за инцидент, который произошел в феврале прошлого года. Перед тем, как подняться на борт лайнера в столичном Шереметьево, мужчина выпил и в итоге практически весь полет проспал. Но когда самолет начал приземляться, мужчина отстегнул ремень и бросился в переднюю часть салона. Экипаж вместе с другими пассажирами смогли повязать дебошира, который со словами «Мы горим» ломился в кабину пилотов. После посадки мужчина передали полиции. На суде пассажир заявил, что не помнит того, что происходило в самолете. Больше ста участников СВО и их родственников за последний год обратились в мобильные центры за бесплатной юридической помощью. И число таких людей только растет, говорят эксперты. Организуют выезды по краю управления юстиции региона. Кому еще доступна такая помощь и как можно попасть на бесплатный прием к юристам или адвокатам, расскажем в следующем сюжете. В ЗАТО Сибирский мобильный центр приехал из Новоалтайска за 2,5 часа. Там специалист принял 5 человек. В Сибирском записалось 15. Это и инвалиды, многодетные, малоимущие, жены участников специальной военной операции. То есть категории разные. И хотя список тех, кому положено бесплатная юридическая помощь ограничен, специалисты мобильного центра принимают даже тех, кто в список не входит. В качестве исключения. Вопросы, волнующие людей, самые разные. Социальные льготы волнуют. Волнуют назначение или перерасчет пенсии. Также жилищные вопросы задают. Очень много идут люди с вопросами, связанные с семейным правом. То есть об установлении отцовства, взыскании элементов. Юристы дают не просто устные консультации. Готовы помочь составить нужные заявления и даже отправить их в разного рода структуры. Я бы хотела знать свои права и людям сказать, потому что нередко, нередко берут за основание бумаги, где какая-то опечатка, где какая-то ошибка. И проходит 20-30 лет уже как бы живых людей. Вот надо сложно искать. Любовь Кузнецова единственная, кто был готов поделиться проблемой с нашей съемочной группой. В свое время на предприятии ей перепутали фамилию. Часть стажа выпала. Соответственно, и пенсия могла быть больше. И все же большая часть людей, кто приходит за бесплатной юридической помощью, это участники СВО и их родственники. Только за последний год в мобильной центре таких обращений было более ста. Обращаются в основном с вопросами, связанными с получением льгот. На какие льготы они имеют вообще право. С получением выплат, если возникают какие-то проблемы. Ну и самые печальные и морально тяжелые вопросы, по которым обращаются уже члены семей, участников специальной военной операции, это признание погибшим, признают пропавшими без вести. Записаться на прием в мобильный центр можно за пару недель до его выезда в районы на сайте Министерства юстиции и Адвокатской палаты Алтайского края. Там же есть график выездов. А можно набрать номер горячей линии. Он сейчас на экране. Следующий выезд мобильного центра 4 июня в Ельцовку и Целинное. В Первомайский район юристы приедут снова в середине июня. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле добавили места, в которых теперь тоже ограничена скорость самокатов. К детским садам, школам и паркам добавили улицу Молотобольскую, две аллеи памяти десантников 6-й роты и Ленинградской, а также набережная Аби. В этих местах скорость самокатов не должна превышать 15 км в час. Отметим, что с начала сезона уже зафиксировано 328 самокатных нарушений. Для сравнения, в прошлом году было чуть более 600 за весь сезон. В основном это пересечение проезжей части, движение вдвоем на одном самокате. За нарушения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа. Также появилось еще одно наказание. Злостным нарушителям стали блокировать доступ к аренде самокатов, когда данные нарушителя заносятся в базу. Такие прецеденты уже были. Теперь на штрафстоянку могут поместить не только автомобиль, но и корову, лошадь или другое животное. Такая стоянка уже заработала в соседней республике Алтае в селе Шабалино. В первый же день на нее попали 15 коров. Так в республике планируют бороться с гуляющими без контроля животными, которые часто выходят на дорогу и провоцируют ДТП. Чтобы забрать своего четвероногого коня или корову, хозяин должен заплатить штраф и сумму за ежедневное содержание. Штрафстоянка в Шабалино первая, но организовать подобные планируют в каждом районе республики. А в Барнауле готовится к вводу в эксплуатацию промышленный технопарк для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Здание почти готово. Уже в июле там планируют разместить промооборудование и начать налаживать технический процесс. О всех перспективах расскажет моя коллега Мария Костылева. Новая площадка почти готова. Так технопарк в Барнауле будет специализироваться на производстве комплектующих для сельхозмашиностроения, автопрома, оборонки и других. Концепцию технопарка можно разделить на несколько векторов направлений. Сейчас мы с вами находимся в будущем производственном комплексе. Также технопарк будет оказывать услуги по разработке, конструированию, отработке технологических процессов. К слову, этот технопарк будет третьим в крае. Два уже есть в Бийске и в Рубцовске. Почти на 6 тысячах квадратных метров совсем скоро появится заготовительное оборудование, сварочный робот, покрасочная линия. Свободные площади для резидентов тоже будут. Сегодня мы с вами находимся на полноценном объекте. Этот объект инфраструктуры, который создан для того, чтобы субъекты малого и среднего бизнеса Алтайского края могли иметь льготный доступ к производственным помещениям и площадям, а также к оборудованию, высокоточному технологичному оборудованию. По мнению директора управляющей компанией технопарка, Романа Пфафа, площадка в какой-то мере, должна стать хорошим подспорьем для представителей малого и среднего бизнеса. Здесь, кстати, провели опрос. Получили ответы, какие необходимо здесь восполнить переделы потенциальных резидентов. У нас приучилось, что многие компании на сегодняшний день испытывают потребности в качественной заготовке деталей, в сварочно-сборочных работах, в механической обработке деталей. Новая ступень развития Алтайского сельхозмашиностроения, как говорится, не за горами. В планах завершить все подготовительные работы до конца этого года. Мария Кострио, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле прошел Межвузовский фестиваль национальных культур. В нем приняли участие почти 10 стран. О том, какая кухня была представлена на мероприятии, и почему бешбармак – это блюдо не только казахское, расскажем далее. Прекрасной песней о любви представили Китай студенты Поднебесной. Для них и для других иностранцев краевой столицы Межвузовский фестиваль национальных культур, проводимый Алтайским госуниверситетом, это своеобразная возможность рассказать о своей родине. Мне очень нравится Россия и Барнауле. Я думаю, здесь чувствовать очень хорошо и удобно всегда. Помимо Китая были представлены Конго, Лаос и некоторые страны СНГ. Все студенты подошли к празднику креативно, как с точки зрения шоу, так и гастрономии. Таджикистан представил куртоп. Это своеобразный салат с примесью лепешки, кисломолочных продуктов и овощей. Напоминает, по словам студентов, окрошку на кефире. Однако главным блюдом стал казан плова. Около 10 килограммов деликатеса для гостей готовили полдня. Щедрость – одна из черт этого народа. Когда к нам кто-то в дом в гости приходит, у нас такие чашки называются пиала. Мы в них наливаем чая очень-очень мало. Многие могут подумать нам, что жалко, но нет. Тем самым мы проявляем уважение к человеку. И каждый раз, доливая его, тем самым мы проявляем уважение все больше, чтобы он не уходил и сидел долго. Пловом угощал и Узбекистан, но уже с другими ингредиентами. У нас тоже есть разные области. Они так добавляют, они не добавляют. Это, как видите, ташкентский плов. Здесь мы встречаем нут, всякие разные яйца, чеснок еще. У кыргызов стол тоже ломился от угощений. Все же праздновали День Белого Колпака и Навруз – праздник весны. Поэтому было представлено множество легких блюд в виде выпечки со сметаной. Был и сладкий чак-чак, при том сгущенка, по словам студентов, отличительный ингредиент у народа. Основным блюдом стал бешбармак. У нас национальное блюдо – это бешбармак, в переводе означает «пять пальцев». Это как блюдо кочевников. Когда еще не было столовых уборов, они кушали пальцем. Пять пальцем его так брали. Многие считают, что бешбармак – это вообще казахское. Потому что казахи, татары, кыргызы, узбеки – они все тюркские народы. И у них национальная кухня схожа друг с другом. Поэтому все думают, что это их национальное блюдо. Посетила культурный фестиваль и делегация молодых лидеров азиатских стран. В ВУЗ ведущие специалисты приехали для участия в стратегической сессии проектной работы. Одной из обсуждаемых тем стало укрепление международных связей. Это важный аспект, учитывая, что каждый пятый студент АЛТГУ – иностранец. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. С наступлением уже по летнему жарких дней ежедневно растет ажиотаж на утоляющий жажду вкусный квас. Этот напиток можно приобрести в любой точке города, где стоят ярко-желтые бочки. Так, Барнаульский пивоваренный завод уже больше 10 лет не перестает радовать жителей региона своим напитком. Я вообще не могу жить. Так на расхват разлетается ароматный квас. С наступлением солнечных деньков освежающий напиток традиционно набирает популярность. Квас «Ржаная корочка» от Барнаульского пивоваренного завода не перестает радовать жителей региона своим вкусом. «Очень вкусный, да, квас. Вкусный, резкий, хороший, не к меру сладкий». «Очень клево, на самом деле. Если на улице жаркая погода, то это лучший вариант. На самом деле, это лучше, чем всякие какие-то лимонады или что-нибудь такое. После лимонадов очень хочется пить всегда, а после кваса – ну, нет». «Замечательно освежает в такой солнечный день. Самое то. Очень вкусно». «Ржаная корочка» – это не только вкус, но и высокое качество. На производстве за продуктом следят от и до. Процесс приготовления напитка занимает порядка 30 часов. «Готовим квасное сусло. Это берется так называемый полуфабрикат-концентрат квасного сусла. Варится сахарный сироп. Эти два ингредиента смешиваются. Тогда мы их приготовим еще в горячем состоянии. Для того, чтобы провести процесс брожения, квасное сусло у нас охлаждается, задаются дрожжи. После этого проходит процесс брожения, так называемое главное брожение. Если необходимо, мы его немножко охлаждаем, он уaman остаивается, дображивается. Если квас не подлежит фильтрации, развивается нефильтрованным, то отправляется на розлив. Если квас фильтруется, проходит стадию фильтрации. После, для того, чтобы был, так скажем, микробиологически стабилизированный продукт, он проходит стадию пастеризации, это термическая обработка. И далее разливается в кайт-бутылки или бакегу в виде фильтрованного, пастеризованного кваса». Чистота цистерн тоже под контролем. Сотрудники тщательно обрабатывают и моют бочки. Бочки, которые уже выехали, они приезжают, когда в конце рабочего дня на завод, остатки кваса сливаются, бочка моется, дезинфицируется. Также берутся остаточные намоющие средства, берутся анализы микробиологические. Краны, через которые мы продаем потребителю, они снимаются и моются отдельно, и каждый раз ставится чистый, свежий кран. Бочка ломбируется и уезжает за территорию. Индивидуальные предприниматели уже много лет занимаются реализацией бочкового кваса от БПЗ. БПЗшный квас пользуются самым большим спросом по сравнению с другими конкурентами, потому что тоже очень жесткий контроль качества на заводе, очень жесткий контроль за ингредиентами, все натуральное, все российское, производство наше. Ну и покупатели это видят, ценят, не изменяют. Срок реализации бочкового кваса – трое суток, но в жару и зной бочка с напитком может улететь и за полдня. Для патра. А вы сами допробовали? Точно? Точно. Мне кажется, вы немного грустны, потому что не попробовали, мне завидуете. Но это просто великолепно. Часто берете у вас, нет? Конечно. Я обожаю окрошку, я готов все отдать за нее. Поэтому это неотъемлемый атрибут моего холодильника. Очень-очень вкусно. Ребята, берите этот класс, очень прохладный, просто жару убирает вот так, и будете летать, как на крыльях. А на этом у меня все новости. Напоминаю, что вы можете смотреть нас на 22-й кнопке, в соцсетях, звонить на телефон нашей редакции 205-545. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Продолжение следует...